Мы послушаем самое, что ни на есть, первоисточник – записи из зала суда. Нарисуем схему, после этого вместе почитаем закон и решим, оправданно ли обвинение или нет. А в конце немного раскроем тему ИСПЧ. Компания «Главное подписное агентство» в 2007 году у меня, у моего брата, возникнула идея организации бизнеса, который был бы связан с тем, чтобы оказывались услуги по электронной подписке на средства массовой информации. Была совершенно легальным образом зарегистрирована гиперская компания «Аларта», которая учредила компанию «Главное подписное агентство». После того, как эта затея просто оказалась нерабочей, компанию я передал семье. Есть компания, забирайте, кто хочет, если она нужна для каких-то формальных действий. Вероятно, Алексей Навальный действительно не имел отношения к делам «Главного подписного агентства». Но даже если ты не знаешь, чем занимается твоя компания, ты за нее все равно несешь ответственность. Нарисуем на нашей схеме первые точки нашего интереса. Это компания «Алартак» и ее дочерняя компания – «Главное подписное агентство». А это и «Фраше» и «Почта России». Если быть точным, то это отделение «Почты России» в Ярославле. А на руководящей должности в этом отделении находится Олег Навальный, брат Алексея Навального. Пока что в нашей схеме все ровно, никто никого не обманывает, вплоть до 2008 года. В 2008 году у Ярославского отделения начинаются проблемы. Они ограничивают количество посылок и предлагают крупным клиентам отвозить часть посылок в другие отделения почты, в частности в Москву. В это время руководитель почтовых услуг «Ифраше» Жанна Батова обращается к Олегу Навальному, как к руководителю почтового отделения. Сама Жанна Батова в момент судебного заседания была в Европе, поэтому текст ее письменных заявлений зачитывает обвинения. Для «Ифраше» Восточа была установлена различная пропускная способность для посылок. Это составляло 100 или 150 тысяч штук. Соответственно, большего качества посылок, как и «Ифраше», то есть Россия, «Ифраше» в Солосе, принятие неуважности. Содействовали ли это действительности или нет, я точно не знаю. Данную проблему я обсуждала основанием Олега, на которых выяснилось, что есть компания «Ифраше» Восточа. На мере нашей служебной проблемой, то для этого не академия заключена глобальное оказание торговых услуг, что он главный пропускной адрес, который имеет тесное отношение и связь с Феду, потому что Россия. Составь Навального Лега затронет в села и в выпускной адрес, позволит попрошить. Добавляя всяческих проблем, приема посылок в федерации «Ифраше» в Почта России. Этот Навальный Лега обещал содействовать решению данных проблем, а также содействовать увеличению выпускной способности приема посылок в Почта России в СМП. А то есть, ходили из столбушки заключить данные, пожалуй, с первым приложенным Навальным Легом. Позор подбежать проблем приема посылок в направлении по определению «Ифраше» в Почта России. Но это еще не все. Чтобы это сотрудничество выглядело как сотрудничество с партнерской компанией самой Почты России, Олег Навальный организует схему общения с «Ифраше» через реального диспетчера Почты России, Алексея Илющеня. В процессе подписания договора, Навальный Олег сообщил, что заказ на подачу кузового транспорта необходимо будет подбать его подчиненному и Илющене Алексею, непосредственно который будет обеспечивать данный транспорт. Илющение Алексея не было знакомой ранее, поскольку не надо, но с ним контактировать по запросу направлению именера. Сам Илющеня не вникал в то, что происходит. Он просто принимал обращения от Ифраше и перенаправлял их на контакты Олега Навального, за что последний лично ему платил. Казань имя свидетелей Ильщеня, который показал, что Навальный познакомился с работой в БЦМПП. Последний обратился к нему в ходе получать заявки в посредине Украшево-Ассо, предпоследствии предпоследствия МОВСКОГО ДНИКРА необходимости качества производства машин будет вводить 20 тонн для перевозки посудочной почты Украшево-Ассо в вышеуказанную институционную центру по ЖТП города Москвы. Данные заявки должен был передавать транспортную компанию по телефону, который сообщал ему совсем наномально. Далее позиция юриста Ифраше Елены Шахмановой. Заявление Украшево-Ассо просило привлечь к ответственности лиц, которые путем употреблен термин «за употребления доверием». Сотрудников Украшево-Ассо победили заключить договор с углом подписка. Поясните, пожалуйста, почему в заявление был включен термин «за употребления доверием»? Что, может быть, вы имели в виду, когда писали, готовили это заявление? Сейчас так, возвращаясь, скажем так, потому что уже практически прошло два года, я могу сказать следующее. На тот момент для нас, для нашего руководства, скажем так, основным фактом, вызывавшим наши подозрения, было то, что, во-первых, мы не знали, и до нашего сведения информация была доведена правоохранниками и органами, что Олег Навальный, который, по словам Жанны Баттой, рекомендовал заключить соответствующий договор, являлся одним из бенефициаров компании главной подписной агентства. Данный факт до нашего сведения при заключении договора доведен не был. И, соответственно, компания «Харшевастов», которая поддерживает исключительно принцип открытости отношений с контрагентом, считала данный факт как недостойный доверия между партнерами. И второй момент, который вызвал наше обоснованное опасение, заключался в том, что им было сказано, что компания главной подписной агентства давно сотрудничает и является, как это сказать, доверенным контрагентом или партнером Почты России. Что само по себе для нас, как для федерального клиента Почты России, служила определенной рекомендацией. Еще интересный момент – это возможная причастность Олега Навального к саботированию работы других транспортных компаний, которыми пытались пользоваться и ФРОШЕ. – Подскажите, пожалуйста, вот в заявлении о преступлении указано, что ФРОШЕ «Харшевастов» было вынуждено пользоваться услугами его главподписка без возможности выбора другого контрагента. Вот как Вы можете сейчас объяснить, почему в заявлении о преступлении были включены вот эти термины? – Мы пробовали работать с разными транспортниками. Почему-то у этих транспортников не получалось, скажем так, делать ту же работу, что в итоге смогло сделать главный подписной агентство. Сейчас без проблем сдавать посылки в почтовое отделение. Поэтому здесь управляем термин «Бэн». Попробовали разные агентства, ну не агентства, а разные транспортные компании. В итоге, собственно говоря, главный подписной агентство – компания, оказывающая ту же транспортную функцию, что и прочие агенты транспортных компаний, не сталкивалась с теми же проблемами, с которыми сталкивались прочие транспорты. Поэтому мы говорим о том, что да, мы были вынуждены, потому что на тот момент у нас были свои транспортные компании, с которыми мы работали с 2005 года и ранее, но с ними мы не смогли продолжить работу по отдельным управлениям. Доказательств этому нет, но это информация к размышлению. Отсюда появляется первая часть позиции обвинения – злоупотребление доверием. Данную проблему обсуждал основание Мадонна Атольевича. Вы любояснили, что в решении высшепознанной проблемой и Прошево-Восток необходимо заключить договор с главным подписной агентством на оказание транспортных преступлений. Со словно Мадонна, данное предприятие не было в честной связи и отношения с Почтой России, сотрудничество с главным подписным агентством позволит его и Прошево-Восток избежать проблему посылок для автору Почты России, поскольку Навальный Олег Анатольевич подвещал позиции Прошево-Восток содействию за течение выпускной способности в тремном посылке разделения Пеценков. Хотелось бы отметить, что представители предприятий сотрудники предприятий компании, руководители организаций, которыми Навальный Олег Анатольевич заключал в другую, считали его глав подпиской предприятием Почты, что Навальный Олег нашел, что это нас информация и не надо, чем угодно. Кроме того, Навальный Олег Анатольевич в своем заседании показал, что сотрудник Почты было запрещено общаться с личными собираемыми клиентами и предлагательным счетом. На этом моменте наша схема выглядит так. Иф Роше заключает контракт с главным подписным агентством на 55 миллионов рублей и продолжает работать с Почтой России через диспетчера, который в свою очередь передает заказы в компанию братьев Навальных. То есть Иф Роше считает, что работает с партнерской организацией Почты России. В свою очередь главное подписное агентство не занималось перевозками, передавая заказы компании Автолига, заплатив им за это 31 миллион рублей. Следующий вопрос это вопрос ущерба. С этим немного сложнее. Почти сразу после того, как Иф Роше подала заявление в Следственный комитет, оно также запустило внутреннее расследование на предмет возможного ущерба. В итоге, выпустив документ, из которого следует, что ущерба не было. Послушаем позицию обвинения. Согласно сведениям, представленным органом предварительного следствия в ГУП Почты России в 2008 году, транспортные услуги по перевозке почты Иф Роше-Восток из города Ярославль до города Москвы транспортом грузоподъемностью 20 тонн могли быть оказаны с помощью привлеченных коммерческих транспортных предприятий по тарифу за 1 километр в размере от 26 до 37 рублей с учетом НДС. Кроме того, следствием установлено, что на момент подписания инициированного Навальным Олегом Анатольевичем договора между Евроше-Восток и Главной подписной агентством об оказании услуг по перевозке грузов по цене за один рейс по маршруту Ярославль-Москва в сумме 23 600 рублей с учетом НДС, на рынке транспортных услуг работали иные транспортные предприятия, в том числе ООО «Автосага», способные оказывать аналогичную услугу по значительно меньшему тарифу, не превышающему 15 000 рублей. Таким образом, при свободном выборе любого из вышеуказанных вариантов перевозки грузов, вместо вынужденного заключения договора с Главной подписной агентством по инициативе служащего в ГУП «Почта России» Навального, ООО «Евроше-Восток» значительно снижало затраты на оплату данного вида услуг. В этой связи сравнительный анализ цен грузопереводчиков, услугами которых пользовался Евроше-Восток в 2008 году, с ценами, установленными Главное подписное агентство, проведенное исполнительным директором Евроше-Восток Мельником, является некорректным и не отражающим объективных цен на указанный вид услуг, поскольку сравнению подлежали цены перевозчиков за круга рейс Ярославль-Москва-Ярославль, тогда как Главное подписное агентство устанавливало тариф за рейс Ярославль-Москва по цене, как за круга рейс. Более того, органам предварительного следствия установлено, что в вышеуказанном сравнительном анализе цен тарифы на перевозку грузов автомашин и грузоподъемности в 20 тонн, предложенные иными транспортными предприятиями партнерами Яфраши-Восток устанавливались без учета значительных объемов груза предстоящего ежедневной перевозки и отсутствия в Яфраши-Восток необходимости ежедневного возврата поддонов тем же транспортом обратно в дистрибуционный центр Болькес-Мар. Далее ответ Кристиана Мельника финансового директора Ифраше. Из двух аргументов что во-первых существовало на рынке более дешевые цены там на ту же услугу нам эти цены не были неизвестны тогда и до сих пор неизвестны мы ту же услугу сейчас платим гораздо больше чем на цены поэтому не знаю на что конкретно они могут ссылаться но мы опрошили многие компании а таких цены мы до сих пор не видим это первое а второе что цена была подписка за один рейс равна круглый рейс на других компаниях да это так но в других компаниях рынок так встроен чтобы отправить груз по другую сторону чтобы ты за круглый рейс поэтому меньше чем круглый рейс у нас заказывать не получается и до сих пор так до сих пор так работаем между Московой и Рославом И далее снова аргумент следователя на ответ Кристиана Мельника Вы сказали вот говоря об ущербе компании Ифраше сказали что то расчеты представлены самой компанией ошибочны по вашему мнению ну я бы так не сказал что они ошибочны они в корне неверные не соответствуют тем материалам уголовного дела которые мы собрали в том числе и те материалы уголовного дела которые сам Ифраше нам представлял и Ифраше и Почта России то есть это заявление это расчеты соответственно не соответствует полностью не соответствует тем материалам которые мы собрали Как бы сейчас пояснить как-то, в чем именно вы считаете ошибки? Да, конечно, я объясню, здесь все очень просто. То есть при установлении тарифа, при подписании договора между Ефрашей и лжепредприятием главподпиской был установлен тариф, предусматривающий доставку груза по кругу рельсу. То есть, грубо говоря, машина выходит с Ярославля, доезжает до Москвы и возвращается в Ярославль. Это стандартная оплата, стандартный порядок действий. То есть, соответственно, именно за такой круга рельс устанавливается тариф. В данном случае никакого круга рельса не было. Машины загружались, которые никакого отношения к главподписке не имеют, а являются либо арендованным транспортом у Автосага, либо у МПК по Волжи, насколько я помню. Следовали в город Москву, там разгружались и обратного круга рельса не было. А в случае, если такой круга рельс предусматривался, то тариф устанавливался уже в полтора раза больше, нежели того, который был. Это совершенно противоречит непосредственно тем договорам и тем условиям, на которых перевозка осуществлялась непосредственно у Автосага и, в данном случае, МПК Павловича. И это следовало из договоров и из допросов тех руководителей, подрядчиков и ФРОШЕ, которые работали с ФРОШЕ. То есть, каждый нам пояснил, каким образом устанавливается тариф. И для нас стало очевидным, что и было непонятно, почему ряд представителей, не все, отрицали этот очевидный факт, что в данном случае машина следовала только из Ярославля в Москву и, соответственно, должен был быть соответствующий тариф. Тот, который взимал Автосага и МПК Павловича в итоге, это же все в деле есть, все очень просто, можно посмотреть. Роман Валерьевич, а Вы не учитывали тот факт, что транспортные компании, которые располагаются в Ярославле, после перевозок в Москву, их машины просто возвращаются обратно в Ярославль, а транспортные компании другие, они не имеют такой необходимости в Ярославле? С чего Вы взяли, что транспортные компании так работают? Это работа транспортного предприятия, найти себе груз в один конец и в другой. Именно в этом заключалась проверка наших тарифов, которые были установлены. Конечно же, не должна машина обратно по рождецам, а Вы за это будете платить, для такого на рынке нет, о чем Вы говорите. Суммируем. Ифраше брал в расчет средние цены за дорогу в две стороны. От Ярославля до Москвы и обратно. Сравнивал их с ценами главного подписного агентства, который в реальности брал деньги только за дорогу в одну сторону, а если требовалась дорога в обе стороны, то тариф был в полтора раза больше, что по какой-то причине Ифраше в своих расчетах не использовал. Следственный комитет брал в расчет дорогу в одну сторону, то есть так же, как и была организована работа между Ифраше и главным подписным агентством. Кто из них прав, я не знаю. Следующий вопрос, который можно задать. Не виднее ли Ифраше был ущерб или не было? На что тоже есть ответ следствие. Вопрос касается вашего заявления. Дословно цитирую. Расчеты Ифраше были ошибочны. Вопрос. Как вы считаете, почему компания Ифраше предоставила вам ошибочные расчеты? В данном случае мы исходим из того, что потерпевший юридическое лицо ООО и Ифраше Восток обратилась в орган предварительного расследования, имеющий право возбудить уголовное дело по статистике 59, с заявлением о возможном преступлении, совершенном в отношении данной компании. При результате рассмотрения данного заявления, проверки принят решение возбуждения уголовного дела. Это дело частно-публичного обвинения. И, соответственно, возможный отказ, либо трактовка, то есть сумма ущерба, либо его наличие со стороны потерпевшего, это не накладывает обязанности со стороны органа предварительного расследования принимать решение о прекращении уголовного дела. Нами должны быть оправильные обстоятельства полностью оценить доказательства в полном объеме и приняты решение. Мы такое решение приняли, потому что дело частно-публичного обвинения и усмотрели в ваших действиях состав преступления. Зачем Ифраше делать такие расчеты? Возможно, потому что Ифраше все это не нужно. Им не хочется лезть в политику, потому что это мешает бизнесу. Или же следствие в чем-то неправо. Есть ли состав преступления в действиях Олега Навального? Давайте почитаем статью 159 ОК РФ. Соответствует ли все вышеизложенное завладению чужим имуществом путем злоупотребления доверием? Решать вам. В конечном счете, вся эта история закончилась для Алексея Навального условным сроком. Все, что от него требовалось, это соблюдать правила отбывания условного срока. А он их нарушил десяток раз. Следующий пункт обвинения состоит в отмывании дохода. На нашей схеме появляется Кобяковская фабрика полозаплетения. 5 миллионов рублей осели в компании главподписка и были потрачены на зарплату, премии и все такое. Остальные же 21 миллион ушли на оплату аренду помещений у Кобяковской фабрики полозаплетения, учредителями которой является семья Навальных. При этом цены за аренду были завышены в десяток раз. К сожалению, суд в своем расследовании остановился на фиктивных договорах аренды, доказав лишь, что Навальный получил из этих денег 1 миллион рублей за свои же собственные услуги юриста. Вот показано, что от Кобяковской фабрики я по легальному договору адвокатских услуг получил миллион рублей. Где все остальные деньги? Куда они испарились? Кто их забрал себе? Куда ушли остальные деньги действительно интересно. Об этом нам не рассказал ни сам Навальный, ни судебное дело. Про ЕСПЧ скажу вкратце. Было около 8 решений ЕСПЧ по Навальному. Последнее из них про требования освобождения не касается самого околовного дела. Оно касается опасений за жизнь и здоровье, которое возникло на фоне информационной кампании про отравление Навального. Есть дела по домашним арестам, по митингам и есть самое первое – про само дело, где ЕСПЧ не увидел политической подоплеки. Претензии ЕСПЧ были к стандартам судебного разбирательства, а эти стандарты во всех странах вне Европейского союза не соответствуют европейским. За это Россия братьям Навальным заплатила, на чем искупила свои промахи перед обвиняемыми. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Было непросто сделать эту компиляцию. Пришлось прослушать десяток часов записи из зала суда. Буду благодарен за поддержку, лайками и вот этим всем. Спасибо. Спасибо.